Этим летом в Новосибирске не только активно ремонтируют уже существующие магистрали, но и укладывают новые участки дорог. Один из них – в Калининском районе на улице Мясниковой. На прошедшей неделе здесь открыли движение. Подробнее об этом – далее в прецеденте. Дорогу по улице Мясниковой, которая должна была соединить улицы Фадеева, Гребенщикова и Тюленина, строили два года подряд. В результате технологический проезд превратился в полноценную магистраль, которая существенно облегчит жизнь активно растущего микрорайона Родники. В принципе, движение по ней было, но дороги фактически не было, потому что здесь когда-то строители для себя проложили. Конечно, никаким требованиям эта дорога уже тогда не отвечала, а со временем и вовсе. И все, кто здесь ехал, рисковал. Теперь совсем другое дело. Движение организовано по четырем полосам. С обеих сторон проезжей части оборудованы широкие тротуары. На днях завершилось и благоустройство прилегающей территории. Доделали озеленение от жителей, замечания мы с ними прорабатывали по прилегающей территории к дому номер 6. Мы все замечания принимали. А на сегодняшний день осталось только поставить остановки. Протяженность нового участка дороги составила 460 метров. Стоимость строительства – порядка 90 миллионов рублей. Проект был реализован по муниципальной программе при поддержке областного бюджета. Два сезона мы потратили для решения этой проблемы. Несколько больше все планировали, потому что во время проведения работ столкнулись с определенными трудностями. Вынуждены были останавливаться два раза и уделять вопрос восстановлению коммуникации этой теплотрассы и канализации. Все это сделано в конечном итоге. И вы видите, вот результат. В частности, дорожникам пришлось проложить 570 метров ивневой канализации, которой раньше здесь никогда не было. Здесь установлены новые дождеприемники с дождеприемными решетками. Фактически дорожное покрытие с горно-переложной комнаты новое. Здесь очень тяжелые геологические условия, обойденный грунт. Здесь усиление дорожного полотна специально геотексилем. И основная большая трудность, почему в прошлом году не закончили все работы. Аварийный участок был теплотрассы. Мы переложили полностью весь аварийный участок теплотрассы. Результат, я считаю, такой. Мы получили хорошую первоклассную трассу с хорошим трафиком движения. Но самое главное, которое позволяет развязывать выезд отсюда, из этой части Калининского района, выезд в центр города. Однако дорожникам предстоит решить и еще одну непростую задачку. Сделать так, чтобы во время ливней новую магистраль не затапливала. Существующая ливневка испытания дождями в середине августа не прошла. Есть проблема. Риски связаны с обильными дождями. Надо учитывать. Сейчас специалисты ищут техническое решение, чтобы повторения в этой ситуации не было. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...